В московском альянсе геронотерапевтов существуют в течение 20 лет. Первые занятия были проведены в 1995 году на базе Института рефлексотерапии Минздрава России. На наших курсах обучено в течение этого срока более 3000 специалистов, которые разъехались и по России, и по странам САГ, и работают за рубежом в Западной Европе, в Америке, в Канаде и других странах. И успех везде отличный. Подтверждается воспроизводимость методов комплексной геронотерапии на больших пациентах личными заболеваниями. Это подтверждают и врачи, и средние медработники, и люди без медицинского образования воспроизводят то, что мы делаем в московском альянсе геронотерапевтов с позицией врачебных подходов. Когда вы пришли к нам на учебу, чтобы вы знали, какая цель на перспективу в московском альянсе геронотерапевтов. Цель у нас главная, и она в уставе московского альянса зафиксирована эта цель. Духовное и физическое оздоровление нации. Это вот основное. Вот именно поэтому программа комплексной геронотерапии, она скомпонована таким образом, чтобы ее мог выполнять специалисты, кто выучил локализацию семи чакр, вызубрил локализацию шести пунктов обдавливания на передней стенке живота, и не побоялся взять в руку пиявку. Вот три требования к специалисту, который способен освоить методы московского альянса геронотерапевтов. Чтоб это в массу, чтоб мы всем миром оздоравливали нацию. Привезли пиявку в мешочки, в торфе, в вате. Если привезли в торфе, то в любом случае, когда нам привезли ее пиявку, нам нужно ее будет пересадить. Через трехлитровую банку должно быть налито три четверти воды, отстойной воды. Для улучшения структуры воды можете положить туда шунгит, кремния, например. Три четверти трехлитровой банки налито воды. Держать там нужно, посадить туда, чтобы пиявка не умирала, и находилась у вас в комфортных условиях, 30 штук, не больше. Привезли пиявку, если мешочек, то он будет плотно закрыт. Если банка, то она тоже будет плотно закрыта. И для транспортировки, вам привезут, когда для транспортировки, этого достаточно. И достаточно ее закрыть крышкой, не перфорированной. Вот так вот плотно закрыть крышкой, чтобы здесь дырчик не было. И для перевозки, например, сутки, двое, трое даже, вполне вот так она будет перевозиться, и все будет нормально. Она там будет живая, здоровая. Кто-то есть или едет на большое расстояние, у них возникает вопрос, а довезу ли я, не довезу. Довезете. Только важное условие в этом случае для перевозки, чтобы она хранилась в холоде. Пересадили ее в трехлитровую банку со встойной водой. Банку, когда уже пересадили для хранения дома, да, в домашних условиях, накрыли крышкой. Если крышкой, то крышка должна быть перфорированная. Перфорация должна быть очень мелкая. Вот берете такой, например, платочек, да, вот там платочек или тряпочку какую-то. Вот так накрываем и берем, или резинку, да, вот резинку берем, обычную резинку. Желательно так, вот, пожалуйста, банка для хранения пиявки. Все. Трехлитровая банка, три четверти воды, вот под такой тряпочкой сесть, смотрите, красиво. Ну, если убрать, то опять там, то будет очень красиво. Где стоять должна банка? Банка должна стоять в неосвещенном месте, ни в коем случае ни на окно, ни на подоконник, никуда не нужно. Если вода из колодца, да, или там, родниковая вода, то не нужно ее отстаивать. Достаточно взять, просто перелить. Вода, которая в банках из магазина, мы ее не рекомендуем использовать. У нас в течение последних лет разработано направление герудо-терапевтическое, которое называется герудо-видитология. Мы несколько лет уже, представляя пиявку и ничего не разрушая, а только дополняя, так сказать, пиявочными ферментами и энергией, восстанавливаем работу. И гипертонию лечим, и все каротидные неприятности. У нас же больше десятка больных накопилось, которые приходят с направлением на коронарошунтирование. Лечим их, потом они идут туда, откуда их направили, в Бурденко или еще куда-то. Это вот у нас методика такая. Я всегда, когда пришел откуда-то больной, пролечили, я направляю туда же, откуда он пришел. Его обследуют заново. Говорят, тебе апеллировать уже нечего. Вот это вот, таких случаев уже все больше и больше, скажем, годом накапливается. Вот пришел мужчина, 64-х личных, аденому предстатной железы. На операцию идти не хочет. Ну, на лечение аденому предстатной железы у нас обычно уходит, так, год-полтора. Это не значит, что все это время он ходит регулярно на лечение. А провели, скажем, первый сеанс, 10 сеансов. Один курс, 10 сеансов. Потом перерыв, 3-4 месяца, снова пришел. Иногда дома сам ставит пиявки, на промежность себе, на проекцию простаты и так далее. И вот в течение где-то года полутора происходит регрессия этой аденомы. Уменьшается это доброкачество, восстанавливается мочеиспускание, ну и так далее. А я смотрю его, говорю, что это? Это вот правая подвздошная область. Там, где аппендицит у всех, да? Он говорит, да это вот у меня уже лет 5 или 6. Ну, это где-то базалиоба называется. В дерматологии. И вот начал я обкалывать вот это аутокровью из приставной пиявки. Ну, вот видите, вот, пожалуйста. Вот начали обкалывать аутокровью из приставной пиявки. Где-то на расстоянии там 3-4 миллиметра от края этой базалиомы. Внутрикожная пиявка приставлена, была в области соединения копчика и креста. Это вот 7 сеансов, 7 раз обкалывание было. Все, гладкая кожа. Это просто пигментация там сохранилась. Вот это все происходило 2 года тому назад. Лучше и больше и быстрее мы сделать не можем, чем природа нам преподносит. Вот нам только научиться работать. С пиявкой, пчелой, травками, да, ну и так далее. С минералами, это стоунтерапия и прочее, прочее, прочее. А, кто пиявку вообще в руках не держал, возьмите, подержите. Они у меня присасываются к рукам. Смотрите, в норке ее все время тусуйте, чтобы она не присосалась к вам. Между пальчиками, особенно девушки, раздвиньте. Если кому присосалась, значит, не склоню. Один из них, это как Владимир Алексеевич вам вчера рассказывал, свободное троллиния. Это когда бросаем пиявку, вот бросили ее, она сейчас, да, и она поползла туда, куда она и сядет туда, куда она хочет. Вот все. Ну вот расскажите нам, что вы чувствуете. Да не, мы так любим. Легкое покалывание, да, и все. Это для тех, кто бывает, спрашивай, сейчас, да, потом мы дальше будем говорить. Всем видно? Да. Вот смотрите, вот она стала, вот видите, вот носик, ползла на носиком, и стала она, вот стойка такая, видите, у нее такая некая стойка, где энергетически, сильный завал энергетический, она прям в стойку становится, прям вот так. Далее Владимир Алексеевич рассказывал вам, как вот, там, и показывал на слайдах, как поставить пиявку точечно. Точечно в любое место, в данном случае нам нужно сделать, будет чистку чередного ствола, и мы поставим точно, нам нужно поставить, если вы помните, он вам говорил, что нужно поставить на культюпу почечных сосудов, это более эффективно. То есть, ну, куда она станет, ну, станет, да. Если нам нужно поставить на культюпу почечных сосудов, или вообще точечно в любое место там, ну, захотели, вот мы решили, что нам нужно вот сюда ее поставить, да, в это место, то если мы так ее бросим, она поползет там куда угодно, но только если это там зуб, если это в нос, если там в глаз точечный вам нужно поставить, то можно это самое. Берем шприц вот такой, да, например, двоечку, обрезаем его с этой стороны, да, оплавляем его, ну, здесь у меня он не оплавленный, тоже ничего страшного, оплавляем, чтобы это было просто комфортнее, сажаем туда пиявку, всем видно, посадили туда пиявку, и вот опрокидываем в то место, куда нам нужно, в данном случае это в пуп, вот так, ну, раздвигаем немножко там его руками, вот так, да, шприц надавили и немножко сделали назад, вот так, да, чтобы она как бы вакуум там создался для нее, и дали пациенту в руку. Учитесь работать с книгой. Все, купили практику, то называйте. Здесь внизу написано, с подкалыванием тактивина, это проучитесь работать с книгой, вот где написано, на начальном этапе, потом Владимир Алексеевич сейчас подкалывает в другие разные места, но это он, он суперспециалист уже в этом вопросе, а мы открываем книжку, здесь написано, подкалывать ты активина, где не написано, не подкалывать, не надо подкалывать. Как правило, стандартно, все этажерки поджелудочной железы, этажерка печеночная, гинекологические точки, вот туда стандартно подкалываем. Дальше уже, если вы наработаете свой опыт и научитесь подкалывать во все другие места, пожалуйста, вот сейчас это происходит таким образом. Вот здесь, кстати, есть, как подкалывать гепарин, здесь... Среди методов природного лечения натуропатии герудотерапия отличается большим удобством и масштабом своих лечебных проявлений. В иерархии лечебных ценностей герудотерапии принадлежат верхние ступени. Она более органично вторгается в разрешение патологических процессов, нежели это делает аюрведа, панчакарма, остеопатия, другие оздоровительные системы, существующие в мире. Потому что в пиявке скомпоновано природой в течение миллионов лет эволюции более 500 биологически активных субстанций. Там всё. Воздействие на все органы, на все регулирующие системы организма. И вот именно с этой цепи мы используем пиявку в качестве системного агента воздействия на патологический процесс. В этом залог успеха комплексной герудотерапии. Почему комплексной? Потому что вместе с пиявкой мы используем методы висцеральной хиропрактики, другие методы старорусской медицины. Обучено более трёх тысяч специалистов, которые разъехались не только по России и СМГ, но и в зарубежные страны. И вот эту пиявочную лечебную мощь они сейчас осуществляют на местах. Чем пиявка полезна? Она не только оздоравливает физическое тело человека, но духовную ипостась воздействия пиявки не ограничена, потому что пиявочные энергии работают в самом высоком эмоциональном ключе, энергетическом ключе, который сродит духовному миру. Вот это и используется с целью духовного и физического оздоровления населения. Масса преимуществ у пиявки перед техногенными методами лечения. Это, прежде всего, не агрессивность. Пиявка проникает во внутреннюю следу. Пиявочный секрет проникает во внутреннюю следу организма тремя путями. Через кровоток, лимфатическую систему и параметры энергосистемы, чакры, биологически активные точки. И три блока лечебного действия пиявки это ферменты, это энергия, это бактериальный антагонизм, осуществляемый с помощью бактерий симбионтовегетирующей в желудковой кишке пиявки. Вот весь этот комплекс органично воздействует на лечебно-патологический очаг любого происхождения, любого. С помощью пиявки можно оздоравливать, можно вылечивать все болезни человека. Все, без исключения, если удается вписать пиявку как дополнительный метод в стандартные программы лечения. Вот это я подчеркиваю. Пиявка – дополнительный метод к стандартным методам лечения. И это мы делаем с успехом на протяжении последних десятилетий. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok